Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас произошло. Итак, недавно, после трех лет, после серии предательств и других не самых лучших событий в жизни, от отчаяния снова начал встречаться с девушкой, поддался на ее уговоры, с которой знакомы 10 лет и которая меня влюблена. И когда-то давно я в нее тоже был влюблен. Вот, вы знаете, ангим, вот уже на фоне того, что я прочитал, я уже могу вам выделить несколько моментов, на которые вам стоит обратить внимание по поводу того, что вам делать. Во-первых, значит, серия предательств. Кто вас предавал? Почему вы считаете, что это были предательства? Как вы воспринимали эти предательства? Как вы воспринимали вот то, что с вами происходило? Да, то есть, почему люди вас предавали? Как вы после этого думали о себе, опять же? То есть, вот, ну, грубо говоря, чем обусловлено, чем обусловлено такое вот ваше отношение? То есть, ну да, вас предали, да, к вам, ну, относились не очень хорошо. Да, вас как-то вот теперь, ну вот, оттаскивают, да, в течение трех лет вас отталкивали. Это понятно, это больно, это неприятно, это, безусловно, негативно. Но момент-то здесь не в этом, на самом деле, а момент здесь в том, почему люди вас предавали, судя по всему, не один раз, и как вы это, собственно, объясняете для себя. Далее, значит, какие, как вы говорите, другие неприятные события в вашей жизни произошли? Тоже, ну, на мой взгляд, довольно важный момент. Если вы решили обратиться к психологу, то давайте постараемся разобрать все, что есть. Какие были негативные обстоятельства, как вы их пережили и так далее. Это важный момент. Момент, на самом деле, очень-очень важный. Далее, следующее. Вы говорите о том, что вы поддались на уговоры, значит, со стороны девушки, которая, значит, к вам неравнодушна, но которую вы когда-то любили. Здесь, на мой взгляд, тоже важный момент. То, что девушка к вам неравнодушна, это понятно, но вы поддались на ее уговоры, вот, вы поддались на ее уговоры. А почему? Понимаете ли вы, что вы просто человека используете вот сейчас таким своим поведением? Просто используете ее в своих, как бы, желаниях, в своих стремлениях, да, и все. То есть, вот, понимаете ли вы, что вы от отчаяния решили просто с ней садись, чтобы, ну, не быть одному. И, как бы, она к вам относится довольно искренне, а вы, вы просто-напросто ее используете. Вот. Далее, вы говорите, что я поддался на уговоры, вот, поддался на уговоры девушки. То есть, как бы, это она, простите меня, если неправильно вас понял, получается так, что это она вас уговорила с собой встречаться, а вы, вы, как бы, на эти уговоры поддались, и вроде как ответственность не ваша, вы ей, ну, делаете просто одолжение. Ну, это, знаете, точно такое довольно безответственное, на мой взгляд, поведение просто, потому что, ну, в любом случае, в любом случае, как бы девушка себя не вела, кем бы она ни была для вас, как бы вы ее не воспринимали, а все равно ее чувства к вам, они, они искренне, они искренне, эти чувства, и она правда хочет с вами быть, и, в общем-то, наверное, надеется, что вы точно ответите ей взаимностью. То есть, здесь, на мой взгляд, момент заключается именно в том, осознаете ли вы, что человека просто используете. И как вы относитесь к тому, что человека вы используете, если у вас нет, к нему никаких чувств, то, соответственно, вы же понимаете, наверное, что даете ей надежду таким образом. Ну, и, соответственно, зачем вы это делаете, для чего вы даете ей надежду, если ничего с ней не собираетесь планировать, да, ничего не собираетесь с ней периодного строить. Далее, значит, ну, собственно, дальше вы пишите у нее планы на дальнейшую жизнь со мной, я дальше пару часов вперед не планирую ничего. Вот. Интересная позиция. А эта позиция, она у вас связана с ней только, с этой девочкой, или вообще по жизни? Далее, начнется. Она меня любит, я к ней холоден. Ну, это понятно, только зачем, зачем соглашались-то с ней быть тогда, если холодной с ней? И это мне хорошо, мне с ней скучно. Ну, хорошо, я понял вас, вам с ней скучно. Опять же, зачем вы с ней тогда? Далее, я ее радую, она мне развлечет, ну, понятно, опять же, зачем вы с ней? Для нее секс со мной это занятие любовью, для меня секс с ней механический процесс. Ну, давайте, может быть, признаем с вами, что это не механический процесс, а это процесс, скорее, удовлетворение своих потребностей, которые у вас есть, что куда более, мне кажется, реально. Я, конечно, понимаю, что никого лучше не найду. Откуда такое утверждение? Почему вы так считаете? Налицо определенный кризис, налицо разжирование в себе и, в общем-то, в окружающих людях, вполне возможно, травмы от предательства, неуверенность в себе, занятия на самооценке, ну и так далее. Все это можно и нужно с вами разбирать, но только при условии, если вы всего этого хотите, потому что установки у вас совершенно неправильные здесь. Вы, по сути, считаете, что девушка ваша достойна того, чтобы быть человеком, который ее не любит, а вы считаете себя достойным того, чтобы быть с той женщиной, которую не любите вы. И вот вы как вообще себя оцениваете? Насколько хорошо, что приглашаетесь вот на такую вот пару? И как вы думаете, будете ли вы счастливы? Думается мне, что нет. И думается мне, что пройдет мало времени, и вы начнете ей изменять на право и на лево. И это будет нормальный процесс. Она из-за этого будет страдать, ей будет плохо, и, в общем-то, начнутся ссоры, принижение ее, и так далее. В итоге, сплошной будет ад. И вот вопрос, который я хотел бы вам задать, он заключается именно в том, что вы действительно готовы себя вот на такую жизнь обречь. Вы действительно считаете, что ничего лучшее в вашей жизни проявлять не может? Вот полагаю, что на эту тему вам стоит подумать, и тогда уже определить, что делать. Понимаете, этот человек, он вас искренне любит, но на любви к ней, точнее, на любви к вам отношения не построятся, это невозможно. И нужно, чтобы отношения строили два человека, вам же на нее откровенно наплевать. и как вы собираетесь выстраивать отношения в таком аспекте. Ну, для меня, если честно, загадка. Вот. Поэтому вам я рекомендовал бы обо всем этом подумать как следует. Вам я рекомендовал бы еще раз пересмотреть тот жизненный опыт, который у вас имеется сейчас, и поработать все-таки немножко над тем, чтобы правильно его условить. Опыт, я имею ввиду. Чтобы лучше понимать вообще что с вами происходит и как вам жить дальше, то получается, что девушка должна решить все ваши проблемы и получается, что вы ей пользуетесь. Опять же, это не сделает счастливым вас, это не сделает счастливым ее. И если вы будете продолжать себя обманывать, вы именно это дело делаете, вы себя обманываете сейчас, то я полагаю, что и она в итоге от вас уйдет, потому что если вы думаете, что она не замечает того, как вы к ней относитесь и того, как вы воспринимаете ее, если вы этого не замечаете сами, то вы глубоко заблуждаетесь, глубоко заблуждаетесь, потому что она все чувствует, она все знает, она все видит. И по сути, она знает, как обстоят дела, но она себя не любит. Она себя не любит, она себя не уважает, и за это она с вами. Вы тоже себя не любите, тоже себя не уважаете, и воспринимаете девочку как последний шанс. Ну, и вопрос в том, считаете ли вы, что последний шанс, то, чего вы достойны, то, чего достойна она, исходя из этого, уже можно будет и обиджать на ваш вопрос, что делать. То есть, если вы считаете, такие отношения можно и нужно продолжать, это ваше право, и как бы никто вас от этого не остановит, но если вы понимаете, что это неправильно, что нужно что-то менять, то это работа, вот, регулярная работа с психологом на вот эти все темы. Процесс этот довольно длительный, процесс этот не короткий для вас, потому что очень много негативных установок у вас, неверных, видно, что были переживания, видно, что были травмы у вас, и плюс ко всему, судя по всему, неверная модель мужского поведения раз вас предают, и неумение справляться с трудностями до чем обусловлено, что нужно выискать. Ну, подумайте, мне проблемы, конечно, идут из семьи, из детско-родительских отношений, но поначалу, я думаю, что работать с вами нужно будет именно сверху вниз, вот, чтобы вы сначала говорили о том, чего вы хотите, чего вы хотите, как вы хотите, и так далее. на мой взгляд, это важно. Это вот первое, чего вообще нужно вам начинать ответ на свой вопрос. То есть, что делать, от чего я хочу, от чего я хочу, что мне дорого, что мне ценно, что мне важно, понимаете. Вот, вот, именно в этом направлении я и предлагаю вам подумать, а уже в дальнейшем, в дальнейшем решать, хотите ли вы работать над этим, хотите ли вы работать над собой, или нет. Ну, тут уже вам решать, опять же. на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду загадарен, если сделать его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok